Ух ты! И снова я! Александр Кривола, печенек. Ребята, сегодня 2 июля 2021 года. Я хочу сделать маленький обзор своего растения, генгго-белобо. Генгго-белобо – голосеменное реликтовое растение, часто называемое живым ископаемым или деревом динозавров. И это одно из самых древних растений на Земле. Листья этого дерева или растения как бы разделены на две половинки. Напоминают нам утиные лапки, что получили соответствующие названия в китайском и японском языке. Поэты полагали, что этот листок обозначает две судьбы, которые соединили в одну. Особенно отличился Гёте. Он посадил дерево генгго-белобо возле своего дома, а также прославил его в веках, посвятив поэму. Поэтому немцы дали этому растению свое название – дерево гетте. Для японцев генгго-белобо является символом надежды и бессмертия. Он настолько надежный и сильный, что шесть деревьев смогли выстоять в Хиросиме во время атомной бомбардировки. Хотите иметь красивые и уникальные растения в своем саду? Тогда посадите генгго-белобо, и вы не будете разочарованы. Дерево генгго-белобо отличается очень красивым осенним окрасом, и его листья невероятно теплого, ровного и насыщенного золотисто-желтого оттенка, благодаря чему дерево в осенний период напоминает яркий факел или солнечный шар. Во многих азиатских странах дерево генгго-белобо считается священным растением. Плоды генгго-белобо напоминают желтую сливу, имеют округленную, чуть вытянутую форму и желтый цвет. Японцы сравнивают их с абрикосами. Слово генгго так и переводится – серебряный абрикос. Период цветения у этого растения – апрель-май. Семена созревают в октябре. Культура является листопадной. Молодые деревья следует укрывать от солнца, а взрослые предпочитают находиться на солнышке. Растение любит влажную землю. К морозу достаточно устойчиво. Когда корневая система растения генгго-белобо развита хорошо, то и растение не боится ни сильных ветров, ни обильных снегопадов. Растение двудомное, но определить его пол можно на 25-30 году жизни. Также интересен этот факт, что средняя продолжительность жизни этого дерева генгго-белобо составляет 22500 лет. И поэтому люди выращивают его в качестве памятника. Ценится растение генгго-белобо за красоту, неприхотливость в выращивании и листья, обладающие лекарственными свойствами. Это можно найти в интернете. Дерево генгго-белобо считается священным растением. Вот поэтому мы его и посадили на своем участке. Растение генгго-белобо было выращено из семян 2018 года. Глубокой осенью 2018 года мы посадили семена в лоточек. Когда растения взошли, то росли они у нас в лоточке год. Далее прирост 15 сантиметров. Весной 2020 года растения генгго-белобо были посажены в контейнер по одному дереву. Росло растение в контейнере год. Прироста не было. Зиму с 2020 по 2021 год растение генгго-белобо зимовало в подвале, то есть в погребе. Весной 2021 года растение генгго-белобо было посажено в открытый грунт. На данном этапе дало прирост 15 сантиметров в рост. Растет в полутени. Общая высота этого растения генгго-белобо составляет 30 сантиметров. Второе растение растет на солнце. Дало прирост 7 сантиметров. Желаю всем удачных посадок. Через год, ребятка, я сделаю отчет, как живет наше дерево. Генгго-белобо на нашем участке. Ему здесь не скучно. Растения генгго-белобо здесь растут. Разные растения у нас на участке. Вот так, ребятка. Вот такое вот мы посадили себе деревце. Надеюсь, проживет оно долго-долго, долгую жизнь. Это, получается, мы себе сделали живой памятник из дерева генгго-белобо. Растение маленькое. Вот прирост, ребятка. Вот прирост отсюда. Прирост пошел. Видно, молодые побеги. А это я привязывал. Ставил проволоку. Алюминиевый привязал, чтобы в случае ветра его не сломило. Ну, все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Вот такой-то мой маленький обзор нашего растения или дерева. Генг-белобо. Пока-пока, ребятка.